В гости в хату, солнце в хату, у всех мы вас приветствуем, до гимназии нашу, запрошаем. Эксперты из Чехии, науковцы из Минска, педагоги из разных кутков Брешины. Зъехались в Пинск, как бы мерковать разные способы развития медиакультуры, и, что немаловажно, доведаться об тем, как их реализовывают чешские коллеги. Мы тут презентуем чешский опыт, и у нас есть сотрудничество с НЕО, национальным институтом образования и Академией пост-дипломного образования. И есть такой совместный проект, который касается медиаобразования, и в Беларуси есть такие экспериментальные площадки. Таких пляцовок о докладе установ, у которых педагоги с уместно звучными экспериментуются с уживанием информационно-коммуникационных технологий у адукации в Беларуси 27. В минулом году помеж национальным институтом адукации и педагогами из Чехии было заключено погоднение об сопрацовнестве. Тогда распочалась работа по укоронению чешского медиа-досвяда в беларусских школах. Кто-то работает в позаурочной деятельности, и уже на сегодняшний день работают школьные медиа-клубы и киноклубы, но некие гуртки, там, где дети учатся фотографовать, брать интервью, снимать некие невеличкие ролики, и эти ролики так само уживать в урочной деятельности. У нас уже есть полный выник, створенный науково-методичный, скажем так, сборник, артикулов беларусских и чешских медиа-педагогов, пять чешских авторов и семь беларуских, и мы маем гонор, я его сегодня презентовать. В инновационном режиме проходят уроки у первой гимназии Пинска. По словах педагогов-установых, это робит научную деятельность больше насыщенной, ориентованной на учнях и на их сегодняшние потребы. У нас выделены контрольные классы, как в начальной школе, так и в старшем звене. Но нельзя сказать, что медиа-культура касается только определенного количества участников, и педагогов, и учащихся. В эту деятельность вовлечены все. Завершился форум гутерка и наученца установы с гостями Чехии и обмеркованием актуальных пытаний по повышению медиаграмотности в учнях и наставников.